Трешовые лайфхаки с канала Трум Трум, часть 2. Какое там было условие? 100 тысяч лайков? Охренеть, 800 тысяч просмотров и 112 тысяч лайков, мать его! То есть в среднем лайк поставил каждый восьмой зритель этого ролика. Не, ну я, конечно, постарался над этим видео, но вы охренели? Чё так круто-то? Знаете, я ещё никогда так быстро вторую часть не делал, но сегодня я сделаю исключение. На прошлый ролик мне прилетела жалоба за авторские права. И в качестве санкции Трум Трум отобрали у меня монетизацию. Здесь я предусмотрю этот момент и не буду использовать больше 10 секунд их видеоряда подряд. Хрен вы, собаки, на моей аудитории заработаете! В общем, не будем долго тянуть кота за хвост и сразу же перейдём к отборной трешатинке. Сегодня мы рассмотрим очередную их подборку летних лайфхаков, которые лайфхаками-то назвать нельзя. В общем, летние лайфхаки, которые должны облегчить мою жизнь. Давайте посмотрим, как же они мне её облегчат. Если ты не идёшь навстречу отдыху, отдых сам к тебе приходит. Подруга, срочно собирайся. Нас ждёт солнце, море и песок. Ну да, знаете, обычная ситуация. Лежишь ты такой на диване и к тебе друг прям в комнату заходит. В ластах, надувных нарукавниках, очках, трубке и говорит, идём на пляж. И по улице до пляжа он, походу, тоже в ластах идёт. Где твоя пляжная сумка? Упс. Кажется, Ники плохо подготовилась к пляжному сезону. Неужели море отменяется? Так, ну нет у тебя пляжной сумки. А какой-нибудь пакет от Вайлдбери с собой взять не вариант, не? Туда же у тебя полотенце и купальник не поместятся? Ну ладно, что же они придумают? Делаем сумку своими руками. Нам понадобятся бамбуковые салфетки. К одной из них крепим мешковину с трёх сторон. Фиксируем вторую сторону сумки. Остались только ручки. Их можно сделать из кожного ремня. Плитеевым. Готово. Сумка выглядит очень мельсительной. Вау, ты такой стильной. Подождите. Ладно, такие салфетки у кого-то дома на кухне есть. Но насчёт мешковины. У вас много дома мешков лежит? Я имею в виду не вот этих вот мусорных, а вот таких классических мешков из ткани. И вообще, вместо того, чтобы раз уж так припёрло на один раз взять с собой какой-нибудь рюкзак или пакет из пятёрочки, они изговняли две шикарные кухонные салфетки, шикарный ремень, откуда-то родили мешковину. И всё это ради того, чтобы сделать пляжную сумку, которая где-нибудь в секонд-хенде стоит баксов так 5-10? Просто это американский канал с переводом на русский, поэтому я буду ориентироваться на их реалии. Не забудь бы про защиту от солнца. Ох, какая у тебя красивая шляпа. Так, ну нету у тебя шляпы. И что? Берём кепку и круглую соломенную салфетку. По размеру кепки вырезаем круг. Фиксируем клеем. Всего пара минут творчества. И шляпа с широкими полями готова. Ага, ну замечательная самодельная шляпа. Сейчас надо только салфетку кухонную испортить, на которой я ем. Ведь это будет так креативно. Заговнять клеем кепку, разрезать салфетку кухонную. Вот засрать любые полезные вещи, вместо того, чтобы просто в том же секонд-хенде купить себе самую дешёвую шляпку. И ладно бы они ещё на своём канале учили делать какие-то самодельные вещи, было бы прикольно. Но они же называют это лайфхаками. И в чём тут, блин, лайфхак? Изговнять несколько реально полезных вещей, чтобы сделать ту, которую можно купить за 5 баксов? Ладно, смотрим дальше. Фотосессия, вот что нам нужно. Эмили отличный фотограф. Но обычными снимками никого не удивишь. Нужно больше креатива. Ну допустим, хочется какой-то оригинальной фотосессии. Ииии. Никит, приготовься, сейчас ты станешь русалкой. Всего-то ей нужно, чтобы прикрыть ноги ярким пледом. А теперь формируем хвост. Вот это я понимаю, 100% морской образ. Начинаем фотосессию. Она это видит так, как будто она русалочка. А я это вижу так, как будто в песке испачкали нормальный плед, который ты потом дома будешь от песка отстирывать. Песок бы хоть зарылись, я не знаю, как все это делают. Но следующая идея для фотосессии у нас ещё более оригинальная. У меня тоже есть идея. Приклеить двусторонним скотчем? Слушайте, я вот в сентябре планирую в Грецию съездить отдохнуть. Надо записать себе обязательно в вещи для пляжа двусторонний скотч. Стоп. Она что, ненормальная что ли? Нахрен она себе к волосам двусторонним скотчем ракушку приклеивает? Да и вообще, знаете что? Вы же прекрасно понимаете, что в случае с Эмили смотреть на этой фотографии будут явно не на ракушке. Серёж, чё делаешь? Фрагмент с Эмили монтируешь? А чё у тебя тут за салфетки валяются? А, пиццу ел. Стоп, какую пиццу курьер же не приходил сегодня. Ладно, хрен с тобой, монтируй быстрее. А если серьёзно, выглядит это так, как будто дурочка просто обклеила свою рожу ракушками и непонятно для кого делает эти странные фотографии. Чем бы себя развлечь? Эй, его тут потеряли? Ну и ладно, мелкие мне пригодятся. Чего? Какие ещё нахрен мелкие? Нахрена их вообще с собой на пляж брать? Где ими там рисовать собрались? На песке или может на воде, я же не знаю. Смочеваем мелко в воде и рисуем. Да-да, прямо на собственной коже. Вот где можно проявить всю свою фантазию. Эмили не на шутку увлеклась бодиартом. А теперь подожду, пока орнамент просохнет. И рисунок будет очень токим. Пляжная красота на первом месте. Теперь все взгляды будут прикованы только к Эмили. Слушайте, мне кажется, все взгляды и так к ней прикованы, только вот не из-за рисунка. Серёг, салфетки кончились, давай этот фрагмент лучше Даня Милохин смонтирует. Вот, заплатишь ему за работу, тут ровно 300 бакс. А теперь в воду. Стой, а как же личные вещи? Их надо спрятать в надёжное место. Ну а куда? Смотри, у нас же есть коробка от пиццы. Пусть она станет пляжным тайником. Секунду, сколько тут денег? Так, это 100-долларовые купюры. Я тут насчитал 800 баксов. Это почти 60 кусков. Ответьте мне на вопрос, нахрена двум тёлкам на пляже 800 баксов? Чё они там покупать себе на них собрались? Моторную лодку, что ли? Ребят, короче, я устал ролик делать. Пойду на пляж, схожу, позагораю. Сейчас сумку только соберу. Полотенце, плавки, телефон, второй телефон. Деньжат немножечко с собой прихвачу. Ну и наушнички музыку послушать. У нас же есть коробка от пиццы. Пусть она станет пляжным тайником. Складываем в неё все свои сокровища. Вряд ли вор позарится на пиццу. Слушайте, но вор может и не позариться. А какой-нибудь пляжный уборщик, ой, как обрадуется. Что он вместо пустой коробки из-под пиццы увидел, как две клуша додумались туда сложить 800 баксов и свои мобилы. Короче, решил выйти прогуляться, надо где-то деньги оставить. Чтоб вдруг квартирные воры не украли. Знаете, в сейфе слишком палевно, всё равно поймут, что они там. А, во, прям на коврике, положу возле двери, там то уж точно не возьмут. Потому что подумают, ну какой дурак будет такие деньги на коврике оставлять. Кстати, а правда ради это реально может сработать. Что? На этом пляже нет раздевалки? Да уж, не повезло. Ну и что делать? Прикольно. Чё же делать? Может нужно было сразу купальник надеть под одежду или в машине переодеться? Ну ладно, что же они нам тут придумают? О, у меня же есть сумка, нужно её только разрезать. Ручки оставляем, они нам ещё пригодятся. Мобильная раздевалка готова. Надеваем сумку на плечи, снимаем себя всё лишнее. И наряжаемся в купальник. Прикольно. А обратно ты свои вещи в чём понесёшь? И вообще, где ты ножницы на пляже родила? Хотя, знаете, после шампурова с предыдущего выпуска я уже ничему не удивлён. Снимаем себя всё лишнее. И наряжаемся в купальник. Очень удобно, но если исключить тот факт, что все на пляже будут смотреть на тебя как на шизофреничку. И ещё тот факт, что тебе не в чем будет обратно нести свои вещи. А у Ники другой план по переодеванию. Она воспользуется большим полотенцем. Нужно повязать его на шею и снять одежду. Так стоп, полотенце же только переднюю часть тела прикрывает, сзади всё равно всё видно. Стоп, стоп, стоп. Вы просто представьте на пляже двух шизофреничек. Одна разрезала пляжную сумку и напялила её на себя. Вторая повязала полотенце так, что прикрыт только её перед. А её зад всё равно будет видно, когда она снимет с себя одежду. И обе считают, что это охренительный способ, ключевое слово, беспалевно переодеться на пляже. Мы на месте. Быстро переодеваемся и в море. Но сборы на пляж сегодня вышли из-под контроля. О нет. Ты тоже забыла верх от купальника. Ну допустим, вы забыли купальники. Дальше что? Может вернуться домой и забрать их? А, точно, это же Трум-Трум. Смотрим дальше. Что мы имеем? Маски и бумажный пакет. По краям пришиваем ещё по маске. Готово. Присуем на нём макет лифа. Вырезаем. И заклеиваем скотчем. Ну что, примерим обновки. Подруга, ты шикарно выглядишь. Вы серьёзно? Купальники из пергаментного пакета и из медицинских масок? Вы вообще просто вдумайтесь. Две тёлки собрались на пляж. И то есть пергаментный пакет, 10 медицинских масок, маркер, ножницы, скотч какого-то хрена. Это они всё взять не забыли. А вот купальники на пляж они забыли. Если раньше я думал, что во время их переодевания на них будут смотреть, как на двух шизофреничек, то здесь я в этом уже не сомневаюсь. Что же вы на этот раз придумаете? Что если сделать купальники с сумки? Приступим. Намечаем контур купальника. Шиваем по выпуклому краю. Осталось только пришить нижнюю часть лифа. Купальник готов? В таком не стыдной парочку селфи сделать. Начиная с того, откуда у тебя на пляже нитки и иголки, заканчивая тем, что это вообще за пи... Серёга, дружище, не думал, что я когда-нибудь это вообще скажу, но давай напополам. Сто тысяч лайков следующая часть не заставит тебя долго ждать.